Работодатель не вправе увольнять сотрудника в случае его мобилизации. Он может лишь приостановить трудовой договор. В Сырловской области эта мера предусмотрена постановлением регионального правительства. Вскоре она будет внесена и в Трудовой кодекс России. Ждем в ближайшие дни изменений в Трудовой кодекс, который будет регулировать отношения мобилизационных работников в связи с тем, которые работали, где четко и ясно прописано, что действительно трудовые договора не прекращаются, а приостанавливаются. Призывник должен показать повестку работодателю и написать заявление, чтобы приостановить трудовой договор. Директор предприятия издает приказ. На его основании бухгалтерия производит расчет за отработанное время, не дожидаясь даты выплаты. На место мобилизованного может быть временно принят другой работник. Но после демобилизации директор обязан восстановить вернувшемуся прежнее место работы. Ситуацию на рынке труда сегодня обсуждали в Доме журналистов. По словам экспертов, за два последних года количество безработных на Среднем Урале сократилось в семь раз. Сейчас в поиске нового места 18 тысяч человек, при этом открытых вакансий 52 тысячи. В регионе в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» активно ведется бесплатное переобучение, в том числе беженцев. В этом году новую специальность получат около 5 тысяч человек. Очень много категорий могут воспользоваться этой услугой. Это те же самые безработные, это люди 50+, как мы называем, да, то есть это могут быть работающие и неработающие люди. Здесь же у нас те же самые женщины, которые воспитывают детей до 7 лет, это у нас молодежь, и у нас введена новая категория с недавнего времени, это так называемые беженцы. Субтитры создавал DimaTorzok